Здравствуйте! Мы сегодня опять с вами встречаемся и я, как всегда, прихожу к моментам критических технологий. И сегодня речь у нас пойдет о том, как защитить от вредителей растения, как подкормить растения в этот критический момент, какими питательными веществами. Сейчас очень большая беда в области. Проблема поздняя, так сказать, блоха пошла по капусте. Ну, у меня, слава богу, я вовремя с блошкой поборолся. У меня вот уже прошла неделя после обработки, чистейшая капуста, и это меня радует. Очень сильно тристоцветная блоха повреждает. Дырочки появляются на листиках, тля вот появилась на капусте. Это будет приводить к плохому хранению. То есть хранение капусты будет очень плохим. И, естественно, будут болезни, бактериозы и так далее. Чтобы этого не происходило, чтобы все было хорошо, я расскажу, каким образом я проводил обработку. На капусте, конечно, я использую прилипатель липосам. Потому что капуста физиологически на ней налет, который дает восковой этот налет возможность скатываться всем капелькам воды. Поэтому добавка прилипателя позволяет хорошо закрепиться препаратом на капусте. Нужно по правилам делать маточный раствор. Всегда надо делать, например, в литровой баночке маточный раствор. В этот раствор маточный добавляю препарат Армет. Это препарат как карате, только сильнее. Препарат Армет – это вот именно от насекомых, от блошек, от тли. И блысковку добавляю, потому что два препарата наверняка уже сработают. Потому что к одному из каких-то препаратов у насекомых может быть привыкание. И потом тщательно все это перемешиваю. Вот этот набор, который я сейчас применял на капусту, я использую его и от тли на огурцах в частности. Потому что это контактные препараты, привод защиты у них неделька. Через недельку огурец можно успешно кушать. То есть, если у вас остается рабочий раствор после капусты, вы используете его на огурцах, на деревьях, на все формы тли, которые существуют. Филипп сейчас брызгает клубнику. Маточные растворы на клубнику я брал прилипатель липосам, как всегда. Сюда я добавил стимулятор роста биоглобин и биологический комплекс, который состоит из азотофита, фитоцида, то есть бактерии. Некоторые сорта, они болеют. Вот эта болезнь называется цветушистость или грибковое заболевание, ржавчина и так далее. Вот эти грибковые заболевания, грибково-вирусные, лечат все-таки препарат СВИЧ. И осенью, и весной мы обрабатываем, кроме подкормок, кроме биоглобина, микроэлементов, мы добавляем и противовирусный препарат СВИЧ. Кстати, Филипп рассказывает о действии микроэлементов, а какие элементы на что воздействуют. А я вам просто расскажу о том, что как бы я стимулировал. Я применял здесь препараты Витазим и Эместим. Это фитогормоны, ауксины, гибериллины, цитокинины. Именно гибериллины, они воздействуют на все. И на цветение, и на рост, и на корень. А цитокинины, они воздействуют на рост верхушечных почек. Именно вот такую всасуху или в жару. Мы даже можем поливать, но гормональное равновесие в растении нарушено. А поскольку гормональное равновесие в растении нарушено, микро- и макроэлементы из почвы практически не работают в той мере. Корень не образуется, все остальное, потому что не хватает или цитокининов, или ауксинов, или гибериллинов. Бактерии, биокомплекс работал, стимуляторы работали и микроэлементы работали. Это называется внекорневая подкормка. То есть через клетки все входит в систему жизнедеятельности растения и начинает работать весь комплекс. Микроудобрение Микроудобрение – это та тема, которой бы мы хотели коснуться в этой передаче. Почему эта тема для нас важна? В состав всех живых существ, в процессе деления клетки, питания клетки, развития клетки, участвуют питательные вещества, которые и состоят из набора микроэлементов и аминокислот. Что есть микроудобрение? Микроудобрение в своем составе содержит весь основной комплекс питательных веществ, необходимый не только для роста листьев, корневой системы или завязывания плодов, как это мы можем видеть при внесении удобрений на макроуровне, то есть основных удобрений, как азот, который влияет на рост лиственной массы, на рост стебля, на процессы фотосинтеза, естественно, связанные с ним, фосфор, который влияет на завязывание, формирование корня, стрессоустойчивость, скорость обмена веществ в растении, то есть насколько быстро растение будет потреблять питательные вещества, насколько быстро и качественно формировать завязываемость и количество плодов. И, конечно, калий. Калий – это очень важная структурная единица, поскольку калий формирует скелет, формирует зимоустойчивость, формирует морозоустойчивость и все связанное со скелетной структурой растения. Это основная группа азот, фосфор и калий – то, что строят растения на поверхности. На микроуровне, на клеточном уровне более важной структурной единицей является бор, к примеру. Бор является построителем транспортных систем, скажем так, системы капилляров, по которым происходит основное снабжение всех уровней растения, от корня до верхушки, до стебля, до каждого листочка. При недостатке бора будет происходить замедленное развитие растения, будет происходить усыхание верхушки стебля. Один маленький компонент может привести к гибели или понижению урожая от 20 до 50 процентов – марганец. Марганец отвечает за функции фотосинтеза, качественного фотосинтеза, и поэтому, естественно, очень важно наличие этого элемента в растении. К примеру, медь, которая входит в состав питательной цепи растений, отвечает за функции дыхания, за функции обмена белков при повышенных температурах, при недостатке влаги. Нам очень важно осуществить грамотный газообмен растения с окружающей средой, то есть, чтобы вода поступала грамотно в клетку, чтобы она использовалась растением в качестве транспортной единицы, переносила питательные вещества по всем отделам растения. Вот, в этих задачах и помогает железо иметь. Тера, которая входит в питательный состав клетки растения, участвует также в процессе фотосинтеза, как мы и говорили. Она производит некоторые окислительные процессы, без которых сам фотосинтез невозможен. Магний. Магний также является построителем основных систем и капилляров, то есть, укрепляет сосуды растения, что само по себе способствует более качественному, быстрому перемещению питательных веществ в растениях. Цинк, к примеру, будет отвечать за формирование сухого вещества в процессе формирования ягоды. То есть, мы будем иметь более качественную ягоду с большим количеством завязи, естественно, и вкусовые качества, и менее поражаемое растение будет в результате. Мы можем воспользоваться составом комплексных микроудобрений, которые в своем составе содержат грамотно скомпонированные формулы питательных веществ под каждую культуру. Я настоятельно рекомендую изучать систему питания каждой культуры, поскольку при применении универсальных удобрений мы стимулируем рост и развитие только основных компонентов. А при применении избирательных, то есть, на каждую культуру удобрений, мы получаем результат более высокий. Советую каждому изучить состав, который требует его любимая культура, и грамотно подавать питание этой культуре, что повысит и урожайность, и качество хранения, и вкусовые качества любимого плода. Всего хорошего. Спасибо. Все-таки мы с вами много проблем имеем с вредителями и болезнями лука и моркови. Но в данном случае мы сейчас используем от болезней и для подкормочки. Возьмем биологический препарат, биокомплекс. Открываем биокомплекс, а выливаем в баночку. Это первое. Второе. Нам надо задавить вредителя, который затаился в корневой системе и на шейках моркови. И лука. 6 граммов окторы препарата. Почему октора? Потому что по токсичности октора в 12 раз менее токсична, чем конфидор. От банкола она где-то токсичность в 2 раза меньше. Но поскольку у окторы токсичность малая, через 3 недели практически полная безопасность для человека и окружающей среды. К биологическому подкормочному комплексу добавляем минеральный комплекс. Система Менделеева полностью здесь. Огромное количество меди, цинка, бора, молибдена. Всего, что нужно растению для здоровья. Для того, чтобы набрать полезные вещества для потребителя. Так, маточник сделан. Переливаем. При переливании медленно вот так перемешиваем. И все это перемешивается. Вот так лью, лью, лью по всем корешкам. Вот, видите как. И практически у нас ни одна морковочка не пострадает. Лето будет все дальше и дальше, а солнышко будет все жарче и жарче ближе к августу. Будут дожди, не будут. А помидоры все-таки будут валеть фитофторозом. Рано или поздно. От фитофтороза применяем препарат Ридамил Голд и препарат Захист. Вот эти два препарата. Я хочу просто показать, какой он есть на самом деле. Это никакой не порошок, а вот гранулы, которые вот такие вот, не пылящие. Я уже встречался с огромным количеством подделок, поэтому предостерегаю. Вот, я высыпаю этот Ридамил. Перемешиваем. Чтоб препарат лучше работал. Я добавил прилипатель липосам. Обязательно даю кальциевую селитру. Для чего я ее даю? Что когда будет жара, вот у помидоров вершинная гниль, черные пятна снизу. И чтобы избежать дефицит кальция, который в жару очень остро сказывается, я беру столовую ложечку на 5 литров воды. Опять же, все это подмолаживаю, переколачиваю. И получается у меня маточный раствор. Обогащаю микрофлорой. Или биокомплекс. Или беру, вот смотрите, выливаю живые бактерии. В данном случае выливаю азотофит. Выливаю сюда. Обогащаю биологическими бактериями. Чтоб наша продукция была энзимная. Живая и вкусная. Теперь даем то, что помидоры любят. Что помидоры любят? Купрум. Серу. И другие элементы. Бор, цинк, молибден. В той консистенции, что надо, она есть в реакоме. Можно взять реаком или же можно взять флоровит универсальный. Теперь остается взять опрыскиватель. И быстренько все это сюда зальем. Это закрывается и опрыскивается. Одна из культур, которая требует сейчас заботы, у меня в частности на песке, это огурцы. Огурцы подмотала немножко тля, потому что жара пошла. Но на огурцах же уже огурцы идут. Нельзя использовать химические препараты. Поэтому я использовал биологические препараты. У меня вот экологически чистый препарат липидоцит. И второй препарат битоксибацелин. Они истребляют камах. Хорошо биопрепараты. Октофит тоже хорошо работает. И вот эту тройку если смешать, то продукцию можно кушать на следующий день, через сутки. Кто боится химии, работайте. Либо если не боитесь химии, работайте калипсо. Он прекрасно работает из всех химических препаратов. Чистит очень хорошо. Потом по технологии, опять же, я добавляю. Огурцы очень любят именно ферменты. Препарат именно биоглобин. Живой белок в переводе. Вот он очень хорошо огурцами усваивается. Клетка, если обычно делится за 22 часа, то применение биоглобина, она делится за 12 часов. И добавляем то, что любят огурчики. Комплекс микроэлементов. Открываем, заливаем. Чтобы лучше липло, можно взять прилипатель биологический. Или даже можно взять вот здесь флоровид удобрения. А в нем есть прилипатель. И вот этот флоровид будет заодно и удобрение, и заодно будет как прилипатель. Чем больше органики огурцу, тем он слаще, душистее, вкуснее. Берем потом, заливаем в опрыскиватель и опрыскиваем огурчики. Аромат, конечно, от них хороший. Ну, конечно, когда ты срываешь огурец сразу дома, у него совсем другой и запах, и живой. Продукт надо кушать в течение часа. Тогда он полезен, тогда он живой. Те биокомплексы, которые мы сюда применяем, они, конечно, идут на пользу, дай Бог, нашего с вами здоровья. На этом я и хотел бы сказать. Чтобы наша продукция была здоровой и вкусной, мы используем с вами вот такие вот биологически активные технологии защиты. И дай вам Бог здоровья, и дай вам Бог новых открытий, знаний. Удачи! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!